Славянское имя теперь повод для отмены заказов в такси в России. Водитель из Казахстана говорит, что в последние недели все чаще сталкивается с дискриминацией. Пассажиры массово отказываются от заказов, когда видят его имя. Вот посмотрите, отмена, отмена. Вот как повлияли недавние события. Россиянам все равно. Таджики, узбеки. Мы все мигранты. Все на одно лицо. Открытая дискриминация мигрантов в России началась сразу после теракта в Крокус-Сити-Холле 22 марта. Полиция проводит массовые рейды, проверяет документы и задерживает граждан Центральной Азии. Мигранты рассказывают, что ездят на такси, так как боятся столкнуться с силовиками. Полиция в Санкт-Петербурге недавно открыто спрашивала у водителей неславян об их национальности. Правозащитники подтверждают, что давление на приезжих в России резко возросло и заявляют о рекордном числе депортаций за последнюю неделю. По информации издания «Важные истории» на мигрантов заведено минимум 161 уголовное дело. Принято около 2000 решений о выдворении из России. В постановлениях суда написано. Люди задержаны по адресу такому-то, проживают там же, зарегистрированы там же и выдворяются за то, что у них нет регистрации. Или, например, их выдворяют за работу без патента, а в постановлении суда написано «Патент номер такой-то выдан такого-то числа». Из статьи издания «Важные истории». Таджики – третья по численности национальная группа среди трудовых мигрантов в России. В прошлом году, по данным Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, в Россию на работу выехало 652 тысячи человек. Если отъезд мигрантов все же будет массовым, это может привести к коллапсу в сфере ЖКХ, строительстве и других важных сферах, утверждают эксперты. Именно угроза дефицита рабочих рук может заставить власти переключить внимание населения с мигрантов на другой раздражитель. Такие заигрывания приводят к очень плачевным результатам. Так развалилась Российская империя в 17-м, так развалился Савок в 1991. И классики говорили, что до сих пор нерешенный национальный вопрос будет с такой кровавой занозой торчать в теле российской политической этой махины. Именно миграция позволяла частично компенсировать начавшиеся в середине 2010-х годов новый виток демографического кризиса в России, связанный с низкой рождаемостью в 90-е и начало 2000-х. Малочисленные поколения тех лет теперь выходят на рынок труда. На данный момент мы находимся лишь в середине этого пути, но уже сейчас экономика остро ощущает нехватку кадров. Уровень безработицы опустился до рекордно низких отметок. Параллельно с сокращением трудоспособного населения будет серьезно расти число людей старше 60 лет. Многочисленные поколения 1960-х годов рождения выходят на пенсию, что усилит нагрузку на работающих граждан. Салават Абылкаликов, демограф и социолог из статьи издания «Важные истории». По оценкам экономистов, трудовая миграция не решит проблем российского рынка труда. В феврале 2024 года уровень безработицы, по данным Росстата, в очередной раз обновил исторический минимум – 2,8%. Аналитики в один голос говорят о неизменно высокой напряженности на рынке труда, что заставляет Банк России сохранять жесткую денежную политику. И регулятор выступает одним из базовых ограничений для расширения экономической активности в ближайшем десятилетии. Виктория Смирнова для телеканала «Фридом». К нашему эфиру присоединяется Евгений Смирнов, адвокат правозащитного проекта «Первый отдел». Евгений, приветствуем вас в эфире «Фридом». Здравствуйте. Ну вот, безусловно, уровень безработицы – это, знаете ли, первый такой вопрос, который логично возникает в голове, когда мы говорим об ограничениях в сторону мигрантов в России, потому что мы понимаем, что тот уровень безработицы низкий для России – это явно никакая не победа, это в будущем может обернуться даже коллапсом, потому что это совсем не подходит экономике Российской Федерации. Но в целом вы вот как адвокат назовите, пожалуйста, не настолько очевидные последствия вот такого вот ущемления прав мигрантов, потому что иногда создается уже ощущение, что действительно не какие-то опасения и страхи, а как будто бы вся та злость и безвыходность, которая накопилась в россиянах за все время полномасштабного вторжения России в Украину, и от того ощущения последствий войны на жизнях самих россиян, что они, ну, собственно, еще один источник, куда же можно выплеснуть это, находят конкретно в мигрантах. Насколько это соответствует действительности? Это соответствует действительности, поскольку мы это наблюдаем из раза в раз после того, как теракты совершаются не гражданами Российской Федерации. После таких терактов начинаются преследования по национальному признаку, начинаются преследования мигрантов, и это происходит не как-то выборочно, не преследует тех людей, кто нарушает закон, проводит такие массовые, ну, политические, можно сказать, облавы на выходцев из сопредельных с Россией стран. Под эту гребенку попадают совершенно все. Это и нелегальные люди, кто въехал сюда нелегально, либо нарушил условия пребывания, и те, кто уже много лет здесь работает, имеет российское гражданство, те, кто занимают высокие должности в различных корпорациях, все попадают под эту гребенку, все страдают, многих людей депортируют, просто разрушают семьи, которые в стране уже жили там десятки лет, и людей либо отправляют в тюрьмы, либо депортируют из страны, обратно на родину, не разбираясь в причинах. Вот в ролике были ссылки на некоторые решения судов, которые говорят, что у человека нет патента, однако в этом же решении ссылаются на номер патента. Вот такое происходит сейчас, потому что перед силовиками, перед судами поставлена команда, независимо от причин, депортировать как можно большее количество иммигрантов, дабы набрать очков перед населением. Это все простой популизм. Но чем это в итоге вредит? И как это может сыграть бумерангом, так сказать, для российской же власти? Вы, опять же, уже сказали про рынок труда. Это вредит, конечно же, тем, что огромное количество вакантных должностей появляется в тех сферах, куда не хотят идти, традиционно не хотят идти работать россияне. Это сфера ЖКХ, это сфера строительства, это вот такие тяжелые, малооплачиваемые работы. Прошлой зимой мы все увидели, как в крупных городах был коллапс ЖКХ из-за оттока мигрантов. Отток произошел из-за того, что в стране очередной экономический кризис, рубль резко упал, и Россия стала невыгодным рынком для мигрантов. Но помимо вот такой очевидной причины, помимо очевидной причины трудности с поиском рабочей силы, мы здесь еще сталкиваемся и с другими проблемами. Это, в первую очередь, правовые проблемы. Вот тот беспредел, что позволяет себе правоохранительная и судебная система в отношении мигрантов, знаете, они очень быстро привыкают к плохому. И вот те нормы, которые они только что применяли к мигрантам, которых высылали из страны, они завтра же начнут применять совершенно повсеместно. И к гражданам России, и к иностранцам, и к мигрантам, и вообще ко всем. То есть правовая система привыкает к беспределу, и этот беспредел правовая система начинает использовать во всех делах, уже независимо от какой-то политической воли сверху. Очень интересно, насколько это также влияет на изоляцию России в будущем, потому что ведь даже отношения тех стран, которыми Россия могла бы назвать дружественными, есть же такие категории в России, по крайней мере, это слово знакомо, вероятно. И ущемление граждан тех или иных стран, республик, даже ущемление своих же коренных народов, так или иначе, это едва ли играет на руку имиджу Москвы и репутации России в целом. И вот насколько это действительно углубляет ту самую, ну, может, даже социальную изоляцию? У меня такое ощущение, что в последнее время Россия просто живет сиюминутно. День прошел и хорошо, не думая о последствиях, которые будут завтра. Очевидно, что вот такое нагнетение отношений с ближайшими соседями, с теми соседями, ну, странами, которые недавно, буквально 30 лет назад, были частью одной большой страны Советского Союза. То есть это были приобретены экономические отношения, просто человеческие, многие смешанные семьи. Есть из России, из Узбекистана, из Таджикистана, но сейчас происходит разрушение человеческих судей, происходит просто отторжение многих соседей России от Российской Федерации. И, конечно, все это ведет к тому, что, если говорить про простых людей, они переориентируются с каких-то интересов внутри России уже на другие страны. Выходцы из Таджикистана, Узбекистана, они выбирают новые рынки труда. Они едут в Турцию, они стараются перебраться в Европу, они едут в Казахстан. То есть они едут в Молдову, они едут туда, где им рады, где действуют законы, где они находятся в относительной безопасности. А государство, естественно, правительство этих государств уже невыгодно строить такие тесные отношения с Российской Федерацией, потому что, ну, а для чего? Для чего Таджикистану, Узбекистану быть близкими к России, если Россия просто так себя ведет с их населением? Если Россия сама рвет отношения и поддерживать их не стремится. Мне интересно, какие вообще права есть у мигрантов с точки зрения законодательства? Ну, к примеру, произошло нападение. Если человек, который приехал из другой страны на заработок, у него есть официальное оформление и так далее, обратиться просто в полицию, потому что на него напали. Какая-то может быть реакция на такое? Или, скорее всего, это дело замнут, едва ли кто-то будет этим заниматься? Ну, если мы говорим про закон в России, то, естественно, закон защищает всех независимо от... А то, как работает этот закон? Независимо от происхождения. Если на мигрантов напали, конечно, сотрудники правоохранительных органов могут возбудить там дело об административном правонарушении или дело об уголовном преступлении, однако параллельно с этим они совершенно точно проверят этого мигранта. Насколько законно он находится на территории Российской Федерации, все ли в порядке у него с документами, не просрочены ли у него сроки, есть ли у него регистрация и так далее и тому подобное. Поэтому мигранты, они сталкиваются с выбором идти в полицию, пытаться защитить свои права как жертвы преступления и при этом рисковать быть помещенным в каком-нибудь депортационном центре или быть высланным из страны, либо не идти ни за какой защитой, и самое главное, чтобы не рисковать от столкновения с полицией. Поэтому здесь всегда палка о двух концах. Полиция пытается максимально использовать любой случай обращения к ним для того, чтобы увеличить свои показатели. Аспект нарушения прав со стороны работодателей. Насколько увеличится количество таких случаев, например, неограниченный рабочий день или неофициально оформленное трудоустройство, просто разрешили работать, условно платят деньги, вовремя, не вовремя, это уже другой вопрос. Просто если такое будет развиваться, то и в принципе пойти в полицию, как вы сказали, для того, чтобы отстоять свои права или сообщить о том, что было какое-то избиение, нападение представляется попросту невозможным. Насколько, как вы считаете, бизнес вообще может пользоваться вот этим ущемлением прав мигрантов, чтобы использовать практически, как ужасно звучит, ну как рабскую силу? Это не то, что может быть, это происходит на протяжении десятилетий. Естественно, работодатели пользуются уязвимым положением мигрантов, особенно тех, кто находится в России с нарушениями, дабы использовать их, ну, фактически рабский труд. Были многочисленные расследования, когда, ну, например, на строительстве стадиона вот этого «Газпром» в Санкт-Петербурге, большого стадиона долгостроя, журналисты находили мигрантов, выходцев из Северной Кореи, которые жили буквально в некой подобии тюрьмы на территории строительства этого стадиона, которые работали за совершенную копейку, а ту зарплату, которую они получали, просто забирали те люди, которые привезли их в Россию. То есть, можно сказать, просто рабовладельцы. Рабовладельцы привезли своих рабов, которые зарабатывали деньги для рабовладельцев. И все это происходило в центре одного из крупнейших городов России, на глазах у сотрудников полиции, потому что этот стадион всегда находился на особом контроле. И никому до этого не было дела. Вот к вам как часто обращаются? Мне просто интересно. В полицию страшно идти, потому что там будут проверять документы, вероятно, захотят что-то найти, возможно, найдут что-то. А к правозащитникам. Насколько часто обращаются мигранты? Есть ли вообще такая практика? И каким-то образом со своей стороны, или, возможно, есть другие правозащитники, которые популяризируют саму эту идею, и само это право обращаться для того, чтобы защитить себя хоть каким-то образом? Мигранты боятся обращаться к кому-либо. Они не доверяют практически никому в России. Однако в России продолжает действовать ряд правозащитных проектов, которые оказывают помощь мигрантам и действуют очень эффективно. Мигранты о них узнают из сарафанового радио, то есть когда уже попадают в неприятность, когда оказываются в центре выдворения граждан, они узнают от своих сокамерников о том, что существуют те или иные адвокаты, которые помогают в этих ситуациях. И эти адвокаты ежегодно освобождают десятки и сотни людей. На самом деле в особо плачевном положении сейчас находятся многие украинцы, потому что их помещают в этот центр временного содержания до выдворения в Украину. Однако ввиду войны России с Украиной такое выдворение невозможно. И они сидят фактически в этих центрах бессрочно. Если им не оказывают никакую юридическую помощь, они просто проводят там годы. Однако адвокатам удается доставать из этих застенок граждан Украины, ссылаться на международные нормы, выигрывать в судах процессы и освобождать людей из этих тюрем. Вы знаете, когда мы говорим о санкционном давлении и вообще о каком-то восприятии России и российского режима определенным образом, теми же странами Европы, я думаю, что причин было еще достаточно дополномасштабного вторжения в Украину. Я вот хотела еще уточнить о профсоюзе, насколько вообще это реальная история для мигрантов. Мы понимаем, что есть разные случаи. Есть, кто абсолютно боится всего, что связано со словом «закон». Есть, возможно, те, кто более-менее готов отстаивать свои права. Существуют ли вообще профсоюзы мигрантов определенных профессий или, например, общины из тех или иных стран, которые приезжают сугубо с целью заработка? Я не слышал, чтобы в России существовали какие-либо профсоюзы, помогающие мигрантам. Вообще власть, конечно, очень сильно потрудилась в начале нулевых для того, чтобы поднимать под себя профсоюзы. Были массовые преследования руководителей профсоюзов, смещение их, независимых руководителей профсоюзов со своих должностей. Все это сделалось для того, чтобы государство могло контролировать деятельность профсоюзов и не допустить никаких протестов, никаких волнений, скоординированных, которые могут проводиться в рамках законов. Если говорить про помощь мигрантам, то, пожалуй, единственными организациями, которые оказывают какую-то поддержку, это является диаспора, это является объединение выходцев из этих стран, которые стараются помогать друг другу. У них есть свои адвокаты, у них есть различные методические рекомендации, у них есть понимание того, что происходит с выходцами из их страны, и они, конечно, стараются оказывать помощь друг другу. Но все это, как правило, такие, ну, как бы сказать, организации, которые не совсем действуют, ну, не то что в правовом поле, они не предусмотрены законом. Они необязательны, и это не какой-то государственный институт, это просто объединение людей, которые помогают друг другу. Евгений, вам огромное спасибо за то, что нашли время приснедиться к нашему эфиру. Евгений Смирнов, адвокат, правозащитный проект «Первый отдел» с нами был на прямой связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...